Я постараюсь очень быстро вас представить. Игумент Дионисий руководит издательством Московской Духовной Академии, преподает патрологию и греческий, и собирает бесценную, уникальную библиотеку Московской Духовной Академии, одну из лучших духовных библиотек в России. И вот сегодня мы услышим доклад, термин «техни» как светское духовное понятие в греческой христианской литературе. Ваше Высокопреосвященство, Your Eminence, мне очень радостно в такой творческой аудитории, на творческой конференции попытаться раскрыть по греческим первоисточникам смысл уникального понятия «техни». Я буду говорить без письменного слова, обращаясь только в презентацию, буду стараться говорить медленно. Эпиграфом к докладу выбраны слова святителя Иппорита Римского. Мы видим, что это есть иное христианское искусство, которое принципиально отлично от греческих философов, и об этом ином христианском искусстве, но при этом выраженном понятиями античной философии и греческой мысли нам предстоит вести речь. Термин «искусство» «техни» исключительно многогранен. Для современного человека искусство – это, может быть, прежде всего, живопись, это музыка. Для представителя античной культуры искусство включает в себя земледелие, это швейное дело, это семь свободных искусств, которые носят более словесный, более созерцательный, теоретический характер. И, наконец, техни, тон, технон, философия. Искусство – искусство, философия. Мы говорим об искусстве речи, слова, мы говорим об искусстве жизни, об искусстве молитвы. Тем самым слово «искусство» вводит нас в потрясающую область человеческого творчества, творчество, которое является рациональным и одновременно иррациональным. В этом творчестве творец-человек творит в силу, с одной стороны, приобретенных навыков, а, с другой стороны, в силу творческого начала, которое имеет истоки в божественной синергии. Искусство имеет также отрицательные занятия в богатейшем греческом языке. И мы приводим один из многочисленных примеров, когда Ливаний, Риттер, говорит об искусстве тех, кто на театральной сцене творит чудеса. Техни, тон, савматопион. То есть о искусстве как неком антиподе искренности, как выражение театра в его ложной составляющей. Но это не означает отвержение театра, это просто в данном случае обман зрения. И в то же самое время искусство имеет собирательные значения, как, например, из обращения византийского патриарха Иоанна V Оксита к византийскому императору Алексею Комнину, где все жители Константинополя, светские духовные монахи, именуются Итон Диафоран Технон Христианикотати Омигирис из всевозможных искусств «Христианнейшее собрание». Если мы обратимся к Лиддл Скотт Джонсу, к новозаветному сварю Бауэра, к сварю греческого языка Триандофилидиса, то перед нами приоткрывается та гамма значений данного слова, которые от самого простого искусства, как ручной чеканки, приходят к искусству, как к духовному результату человеческой деятельности, антропия недрастериотита, пустеризатости сэоризменес гносиской империес, кэпэхи ос капотин, демиургия энос пневматику эргу, как пишет Триандофилидис. Если мы обратимся к Тезауру из лингвы грека, то мы увидим следующую картину данного термина. Термин «техник», как мы видим по первой схеме, чаще всего используется в ключевом веке святоотеческой письменности, а именно четвертом, 3441 раз, а из всех христианских писателей чаще всего слово «искусство» использует, что и не мудрено, и так часто бывает, святитель Иоанн Златоуст. На второй схеме мы видим третий столбец под номером 2062, который описывает деятельность святителя Иоанна Златоуста в употреблении данного термина, 618 раз. И мы начнем наш доклад с того, как святитель Иоанн Златоуст учит об искусстве. Он учит об искусстве как о принципе архи, как о власти, как о начале, как о господстве над своей собственной душой. В этом он продолжает античную традицию. Мы встречаем у ксенофонта «Ниди эфиосократис, тискалистис аретиска и мегистис эфиис и технис, эсти гортон василеон автика колита василики. О, Сократ, ты стремишься к искусству, которое свойственно царям и является царским искусством». Мегистика, аристи, техни, пасон, эстин и эгемония повторяет в греческую традицию фион Александрийский «Великое и прекрасное из всех господство». И вот святитель Иоанн Златоуст выстраивает целую иерархию искусств. Он говорит о том, что без строительного дела люди смогут прожить. Без обуви люди смогут ходить по земле и босиком, но без пищи они не проживут. Поэтому самое важное искусство – это искусство земледельческое, но еще более важно искусство управления. Но как бы не были прекрасны цари, которые управляют странами и народами, тот, кто управляет сам собой, это величайший правитель. Таким образом, святитель Иоанн Златоуст через такое рассуждение в духе античной философии приходит к простому постулату о том, что властвовать над самим собой – самое великое дело. Теперь мы посмотрим на искусство с точки зрения византийской образовательной системы. В Византии распространены семь свободных искусств и над ними особая философия. Семь свободных искусств соответствуют праксису, который на недосягаемую высоту в аскетике вознес Евагрий Пантийский, продолжая предшествующее рассуждение Платона, Аристотеля, Стойков и теория созерцания. Семь свободных искусств составляет известный набор слова, мышления, числа, который всем хорошо известен и который нет смысла называть. Обратим внимание на слова в семи свободных искусствах, которые выделены жирным маркером, а именно риторика, геометрия и астрономия. В X веке при императоре Константине Парфирогените накануне крещения Руси в Константинополе было создано четыре института или четыре школы. Три из них в соответствии с тремя свободными искусствами. Риторическая школа, которая продолжает искусство и раскрывает искусство риторики, должна была готовить юристов и правоведов. Геометрическая школа, которая продолжает и раскрывает искусство геометрии, должна была готовить сборщиков налогов, которые, объезжая пределы Византийской империи и, измеряя земельные участки, должны были собирать соответствующие налоги. Астрономическое готовило специалистов по календарю гражданскому или светскому, а философское давало в том числе и высшее духовное образование. Эта система X века стоит у истоков средневекового европейского образования и, может быть, должна еще получить в будущем свою надлежащую оценку. По крайней мере, от риторической школы Константина Парферогенита ведет прямой путь к Константинопольскому университету середины XI века. И вот перед нами отрывок из продолжателей Феофана, где как раз говорится о том, что деяние созерцания приводит нас к Богу, деяние праксис подобает гражданским вопросам, созерцание разумным, этот отрывок говорит как раз о этой образовательной реформе X века. Но и святитель Иоанн Завутоуст в своем рассуждении о господстве над самим собой, и император Константин Багринародный, который вознес философию на недосягаемую, в том числе и богословскую высоту, приводит нас к тому, чтобы мы подумали, а какое значение имеет философия, любомудрия для понятия искусства? «Техни тон технон» и София, «Техни тон технон уса», говорит Хрисип III век до Рождества Христова. А Аристотель, согласно аммонию, произносит крылатые слова, которые насквозь проникают в византийскую культуру. «Философия исти техни технон, кэ эпистими эпистимон». Эти слова мы встретим у философов, эти слова мы встретим у богословов, эти слова мы встретим у аскетов, эти слова, которые будут заставлять человеческий дух внимать самому себе. И более того, философия оказывается наукой, которая не только искусство искусств, но то, что выше искусства, и называется искусством в смысле искусного создания других искусств. Философия, как любовь к мудрости, является по учению преподобного Иоанна Дамаскина «любовью к Богу» ионагапип и простонфеон «авти истин» и алифис «философия». Но если философия – это любовь к Богу, то, значит, в само понятие философии закладывается глубочайшее понятие о добродетели. И действительно, еще одна глубокая нравственная грань представления об искусстве – это соотношение искусства и добродетели. Добродетель – это то, что совершается. Добродетель – это подлинное дело, которое может оказаться выше ложного слова, если мы своими словами перескажем 463-ю сентенцию Минандра. В то же самое время искусство, которое является добродетелю, имеет свою созерцательную составляющую. Созерцательный характер добродетели как искусства дается в самом ключевом определении искусства стоиками. Это определение, данное стоиками, будет воспринято христианскими богословами и войдет в системы христианской нравственности и аскетики. «Паса де техни системы эк феорематен сингимназменон» – «всякое искусство, система из обученных созерцаний». Также искусство, подобно философии, оказывается высочайшим уровнем человеческого бытия. «Техни кратумен он фиси никомица». Искусством мы удерживаем то, чем побеждаемся по природе. Искусство в данной сентенции оказывается не театральным жестом того или иного актера, а аскетическим подвигом подвижника, который преодолевает самого себя ради Бога. «Нравственная добродетель выше любого искусства, подобно тому, как и философия, подлинная выше любого искусства». «Идаорити пасис технис акривистера». В то же самое время искусство добродетели самодостаточно. Если все другие искусства приводят к чему-то внешнему, то добродетель является внутренним искусством. Но изо всех искусств есть самое великое искусство. Это искусство молитвы. «Эфху дината» мы читаем в сентенциях греческих мудрецов. «Технихро» – «искульством пользуйся». Но от древнегреческой мысли идет прямая дорога к христианской аскетике. Искусство – это не только козни лукавого или уловка демонов, как встречаются и такие значения в христианской письменности. Ключевое определение искусства остается аристотелевским, но оно наполняется совершенно новым духовным смыслом. У преподобного Исихия Синаита мы включаем определение мысленной брани, как «эпистими, эпистимонка, техни, технон». Брань со звыми помыслами в традиции Евагрия Понтийского описывается как подлинное искусство – духовной брани, как самое высокое искусство, которое только может существовать. Святитель Иоанн Златоуст сравнивает борьбу с помыслами, с управлением корабля. Если в управлении кораблем достаточно, чтобы опытный капитан бодрствовал, при том, что команда может спать, то в духовной брани духовный сон невозможен. Помыслы, не подчиняющиеся разуму, губят всего человека. Молитва и искусство имеют тончайшее соотношение. Только молитвой и искусством можно спасти корабль церкви и людей, которые обозначаются им от потопления. Молитва описывается как то, что сильнее искусства. Зимние бури химон топит искусство кормчих, но через молитву можно стать сильнее химона, по мысли преподобного Исидора. Искусство нравственной философии, представленной Аристотелем, в XI веке христианским философом Михаилом предстает как молитва. Если Аристотель просто перечисляет нравственные блага, то мы, обращая его слова как молитву к Богу, получаем связь души и Бога. Исказанное подобно молитве, как если бы он сказал, о если бы все устремилось к приобретению наилучшему, приводящему к добродетелям и наукам. Молитва также заменяет искусство, как мы находим в следующей формуле. И будь готов помогать нам вместо искусства молитвами. Аскетика оказывается молитвенным продолжением искусства. Святитель Григорий Богослов, величайший святой, который становится основанием для богословской школы, которая в Византии набирает свой вес в X и XI веке, оказывается очень важным и для того, чтобы понять соотношение между искусством и аскетикой. Там, где заканчивается искусство, начинается аскетика. Там, где заканчивается сложность, начинается простота. Там, где заканчивается внешнее, начинается внутреннее. Ибо после искусства метатин технин и без искусства харис технис нужно молиться эфхасты, поститься нестевен, быть целомудренным сафронин, просто и нестяжательно жить. В этом толковании перечисляются сугубо христианские добродетели поста, о которых древние греки никогда не говорили как о добродетели. Перечисляется древний античный добродетель целомудрия, но все вместе составляет подлинный облик подвижника, стремящегося достигнуть Бога в абсолютной простоте. Так вот, достижение этих добродетелей более вселенское, чем искусство. Кафоликатера, тинин и эпитидовсис, тихтех, тистехнис. Молитва – это безыскусный результат. И вот еще один пример из поздневизантийской письменности, где молитва, искусство и наука оказываются тремя добродетелями, характеризующими состояние Бога, просвещенного разума, из агеографического памятника Дмитрия Таванаса XVI века. Искусство оказывается духовным. Молитва соединяет душу с Богом. Редкое выражение пневматики техния встречается у Евстафи Фессова-Никийского, который является автором трактата о монашеском совершенстве, у святеля Феолипта Феодельфийского, и, что очень важно, у родоначальника Исихазма, преподобного Никифора Итава. В его ключевом трактате о хранении сердца встречается ключевая формула. Катемаф это Адельфи ос эстетехни пневматики игун методос, тахеос тон тафтис эргатин из апафин к эфиаптиен анагуса. Научитесь, братья, чем является духовное искусство, то есть метод, быстро приводящий его делателя к бесстрастию и боговидению. Это ключевые слова трактата, который весь построен на принципе античной философии «познай самого себя», который был пересказан святителем Василием Великим и другими отцами, как «внимли самому себе». Древние греки говорили «познай самого себя, чтобы познать богов». Свидетель Василий Великий закачивает свой трактат о внимании себе «просехесеавто и на просехе стофео» «внимли самому себе, чтобы внимать богу». На этом принципе строится христианская аскетика. На этом принципе будет начинаться великое византийское и сихасское движение. Преподобный Никифор Итал невольно своим подходом повторяет те начальные мысли, которые были сказаны нашим докладом при цитации о власти над собой святителя Иоанна Златоуста. Византийская традиция и вообще святотеческая традиция оказываются цельной, непротиворечивой, глубокой, но пытающейся максимально показать, что самое большое искусство – это духовная битва и достижение бога в себе. В числе выводов следующее. Самое высокое значение искусства – достижение внутреннего совершенства путем богоуподобления. Искусство и искусств – это любомудрие, любомудрая жизнь по Богу, аскетические подвиги, молитва как разговор с Богом. Само по себе формальное наличие или отсутствие термина «искусство» в греческой христианской литературе по-своему оттеняет великую науку христианской аскетики, которая выше любых технических определений и навыков, как путь синергии божественных и человеческих усилий. Помимо философии искусства, необходимо изучение богословия искусства и аскетики искусства как направлений, помогающих сохранить в современном мире соль христианского подвига в привлекательной и исключительно необходимой форме. Тексты греческой, античной и христианской литературы нуждаются в дальнейшем осмыслении для выстраивания аксиологической системы знаний с опорой на понятие техник как одной из ключевых в системе нравственных ценностей. И в качестве послесловия я сформулил для себя маленькую загадку, которую нужно решить в одной из последующих статей у преподобного Максима Исповедника, но также у Немеси и Месского, у преподобного Анны Дамаскина и у преподобного Никиты Стефат при перечислении умных способностей души все перечисляются в форме именительного падежа и только искусство почему-то требует для того, чтобы их постичь, постичь логосы искусств. Никакая другая наука не требует логосов, но только искусство. Через это мы видим с вами, что искусство имеет в себе особую тайну, что несмотря на бесконечное количество описаний, перед нами предстоит очень большой путь для того, чтобы понять это понятие и приспособить его к своей духовной жизни и идеалу спасения. И в завершение немного творчества. На пути в Таллинн при вылете из Москвы в аэропорте Шереметьево-Е. Доклад, который я вам прочел, еще не был написан до конца, а поэтические строки рвались вперед. Я не знаю еще толком, о чем будет доклад. Искусство написал перед вот этим докладом то, что было в душе, но не было еще на листе. Вот вы можете увидеть, насколько душа чувствовала, о чем она будет писать. Искусство в том, чтобы найти в себе источник добрых дел и покаянно обрести преображение у дел. Не внешним жить, а принимать небесной правды камертон и слову вечному внимать, отринув шум со всех сторон. Искусство, чтобы ощутить священный промысел легко и, взяв душой молитвы нить, блюсти спасение закон. Как просто соблюсти себя? Искусство из искусств для нас. Чтоб жить священной храня и Божией исполнять приказ. Философ к истине спешит, чтобы обрести ее в себе. Земная мудрость только щит, а смысл в подлинной мольбе. Молитва, мудрость и поток, что утверждает с Богом связь. Искусство не от мирных срок, что радостно бегут, боясь. Имеется в виду радостная печаль. Искусство из искусств мольба, что полнит сердце через край. Хоть часто кажется слаба, но приближает вечный рай. Простите, писались безыскусно, просто из глубины души. Такое творчество, радость души в преддверии приближения к вам. Потому что с вами очень радостно. И мы благодарим владыку Евгения, которого я всей душой воспринимаю все равно как нашего духовного отца, владыку ректора, который столько лет был в Духовной Академии, с которым удалось пройти столько разных этапов. Большое спасибо. Спасибо. У нас нет времени, но мы все равно хотели бы дать возможность спросить, задать вопросы Игумену Дионисию. Пожалуйста, вопросы, комментарии, стихи. Когда я вас представляла, я забыла упомянуть, что стихи у вас действительно рождаются постоянно. И я так понимаю, что написано их очень много, наверное, несколько томов. Скажите, пожалуйста, как это происходит? Это происходит в тишине, когда начинаешь слушать свою душу. А слушать ее начинаешь тогда, когда она направляется в какой-то путь, когда она проникнута путем, движением. Когда появляется маленькое созерцание, когда она не перегружена большой суетой. Но иногда, когда она перегружена суетой, тогда рождается тоже в ней творчество, как противодействие этой суете. Поэтому, в принципе, я осознал, что для творчества нет преград. Что если способствует тишина творчества, оно рождается. Если шум ему препятствует, то в стремлении к тишине, хотя бы внутренней, оно опять-таки появляется и является такой какой-то защитой для души. Стихи иногда так вот пишутся, как молитвы. И у нас был такой спор в Академии. Моя дискуссия велась на кафедре филологии о смысле поэзии. Мои оппоненты говорили, что поэзия не должна быть дидактической. Что поэзия должна быть просто таким красивым произведением, но в ней не должно быть дидактики. А мне было как-то странно, потому что я чувствовал, что дидактическая поэзия, по крайней мере, для священника, для ермонаха, она является таким своеобразным продолжением проповеди. Ну, собственно говоря, просто высказали разные противоположные точки зрения. Но оказалось, что поэзия – это тоже такая своеобразная проповедь, и дидактический ее элемент очень важен для того, чтобы, может быть, достучаться до сердца и донести до другого человека, до прихожанина, до слушателя, ту духовную истину, которая в более красивой поэтической форме будет более легко и вдохновенно усвоена его душой. Но на многое я не претендую, просто душа творит, что-то совершает. Спасибо. 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 Спасибо.